Рок музыка Какие у вас возникают ассоциации? Это мужики в татуировках? Или это скромные поющие дяди про любовь? Что это вообще? Как это? Проблема в том, что сейчас под словом рок подразумевается одновременно очень много разных жанров Для кого-то рок музыка это металл То есть это совсем тяжело Это либо очень быстро, либо очень медленно но с невероятным перегрузом, ором и так далее Для кого-то слово рок это барды, 80-е, шевчук, вертушечка и так далее Но на самом деле фишка в том, что есть некая эстетика Есть эстетика мужиков с длинными волосами, татуировками которые играют тяжелую музыку Ну, пускай не совсем тяжелую, но музыку, которая мускулинная и вызывает соответствующие ассоциации Либо с байкерами Ну, в общем, с каким-то таким свободным и вольным образом жизни Вообще ассоциативный ряд это самое важное, что дает музыка И именно вокруг этого ряда мы воспринимаем ее То есть мы воспринимаем рок прежде всего как какие-то впечатления, произведенные на нас музыкой И прежде всего мы ищем тот жанр, который всегда отвечал бы нашим требованиям Лучше бы ты ткнул пальцем и такой Да, вот это рок И на мой взгляд, если вы не хотите слушать постоянно кричащих мужиков или вы не хотите слушать постоянные скоростные бласт биты вам подойдет отлично стонер рок Потому что именно этот стиль рока является тем роком, который мы воспринимаем как музыку свободы И чтобы понять, что такое стонер нужно прежде всего обратиться к источникам Источники следующие Это блюз-рок, это психоделический рок Это вообще музыка 70-х И, конечно, это Black Sabbath Вообще Black Sabbath оказала невероятное влияние на всю эту историю, на всю эту музыку Но чтобы понять, что такое, не знаю, явление какое-то или музыка в частности, особенно в музыке нужно обратиться прежде всего к первоисточнику И в данном случае в стонер музыке первоисточник является самой лучшей иллюстрацией к жанру Поэтому давайте сейчас не будем болтать а просто послушаем отличную песню группы KS под названием Thumb ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА You tried to turn me off, but you couldn't even turn me down As I sat and I told you I'm living in hell You're on a desert ground You're on desert ground And now you've found My thumb and the new land Yours is like God and the swell Living in that soul Living in that soul Living in that soul guitar solo ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Группа KS является синонимом жанра и для многих, в принципе, единственной важной группой в этом стиле. Команда была образована школьными друзьями в конце 80-х. В ее состав вошли Джон Гарсия, гитарист Джош Хом и барабанщик Бранд Бёрк. На басу подхватил Крис Коркнелл. И назывались они сначала Sons of Caius. Это было название из вселенной игры Dungeons & Dragons. В 90-м году они записали свой первый альбом под названием Sons of Caius, но потом просто сократили название до Caius. После выхода этого первого альбома команду покидает басист Крис Коркнелл, и на его место приходит Ник Оливери. В 91-м году команда подписывается на независимый лейбл Dali Records и выпускает свой первый альбом Rage. На самом деле звучание в тот момент не было сформировано. То есть как, это уже был Стоунер, но не тот, который мы знаем. Он еще был достаточно сырой, непонятный и незрелый. Но группа продолжает развиваться и вскоре выпускает свой альбом Blues for the Red Sun, который является самым знаковым и важным не только у этой группы вообще, но и для всего Стоунера Рока. По факту, именно тогда он и появился. И с этого альбома мы уже прослушали одну композицию под названием Thumb. Она могла произвести на вас какое-то странное впечатление, но да, это и есть Стоунер. Может быть сейчас он звучит по-другому, но для многих команд, в том числе, как говорят и для Metallica, этот альбом оказался настолько впечатляющим, что они стали, ну не то что там воровать, да, но использовать какие-то заимствования. Более того, я сейчас слушаю какую-то рок-музыку. Практически во всех соло, практически в большинстве композиций используются какие-то мелодические ходы. И именно поэтому Стоунер Рок так важен. Это первый стиль рок-музыки, который напрямую обращается к 70-м. Он не то, чтобы он их прям напрямую копирует, да, но он осовременивает музыку того времени и заставляет лучшие и самые крутые ходы звучать сегодня. В 94-м году KS настолько раскрутились, что смогли перебраться на мажорный лейбл Электро Рекордс. Что значит мажорный лейбл? Вот как это звучит? Мейджор лейбл, да? Это лейбл, который заставляет своих музыкантов работать по контракту. То есть вы должны выпускать определенное количество альбомов в год, вы должны играть определенное количество концертов, у вас строгие обязательства, но при этом вы не задумываете о том, когда вы играете завтра и что у вас вообще будет дальше, потому что за вас все решает лейбл. С одной стороны, это хорошо, потому что вы не думаете ни о чем, вы просто играете музыку. С другой стороны, это плохо, потому что вы находитесь в прямой зависимости от своего лейбла. То есть если лейбл скажет, что эту песню вы не играете и не записываете, вы ее не записываете, вы связаны с контрактом и ничего не можете с этим сделать. Так вот, группа KS попала на этот самый мажорный лейбл и выпустила свой альбом под названием Welcome to the Sky Valley. Диск сопровождался надписью «Слушать не отвлекаясь», а треки были разделены интерлюдиями и минусовыми паузами. После этого группа поехала в австралийское турне с Металликой. Так, стоп. В турне с Металликой они поехали, ребята. Турне с Металликой – это самое жирное вообще, самое мощное, что может быть в карьере рок-музыканта. Я серьезно. Любая команда, от самой маленькой, там, низкопробной, которая играет, там, восьмерочку на гитаре, до самых топовых групп, ну, тем более в России, все мечтают сыграть в турне с Металликой, потому что это прежде всего признание. Это значит, что у вас действительно большие яйца в роке. Но, к сожалению, в 95-м году команда записывает свой последний альбом и распадается. Выйдя в свободное плавание, музыканты находят свои какие-то отдельные проекты, кто-то играет в том же стиле. Самым успешным из них становится гитарист Джош Хом, который создает ныне здравствующую и популярную группу Queens of the Stone Age. Были попытки потом, конечно, реанимировать КАЭС, там, какие-то совместные выступления, но это, ребята, уже не то. Не, ну, все, естественно, скрестили пальцы и мечтали, что группу возродится, но, к сожалению, этого пока не произошло. И последнее, что мы имеем сейчас от КАЭС, это их альбом, который называется And the Circus Lives Town. И давайте послушаем песню с него под названием El Rodeo. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 боком. Ну, возможно, да, это, конечно, суверие, но у ребят постоянно какие-то проблемы. То есть, это какие-то переломы любых конечностей на концертах, это какие-то проблемы с полицией, связанные с наркотиками, это какие-то неприятности, ссоры и так далее, и так далее. Грубо говоря, я набрал Electric Wizard в гугле, и мне выдало фотографию человека с татуировками во всё лицо. Я подумал, о май гад, что это такое? Но позже я понял, что это сценический образ. Эстетика. Самое главное здесь эстетика. Эстетика в музыке, эстетика в подаче и эстетика в визуальном оформлении. И в данном случае группа Electric Wizard отличный пример. Они начали в 93-м, и они продолжают играть до сих пор, несмотря на все свои проблемы, несмотря на какие-то коллизии с составом, несмотря на то, что в группе на гитаре играет девушка, а как у нас говорят, баба с возу, вот косморозу. Поэтому группа Electric Wizard играет уже много лет, играет круто. При этом они продолжают использовать не только эстетику из 70-х, но и оборудование из 70-х. Они записали в 2007 году альбом, который был записан, используя только оборудование прямиком из 70-х. Никаких современных приблуд, исключительно старые 70-е примочки, усилители, аппаратуру, вообще всё, что можно было достать из 70-х, они оттуда взяли и поставили к себе на студию. Не, ну ясен пёс, что сегодня мы это будем слушать там на наушниках, там за 2 доллара и на айподах. Но нужно понимать, что эта музыка была записана так, как она была бы записана в 70-х. Ну, возможно, кому-то это не нужно и неинтересно, но если вы коллекционеры, например, винила, то вы сразу услышите разницу. Давайте послушаем их песню с последнего на данный момент альбома Black Masses, который был записан в 2010 году под названием, как ни странно, Black Masses. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 и играем. Ну, есть много групп, которые пытаются делать, как Кайс, которые берут название из песен Кайс и пытаются играть ту же музыку. В принципе, это звучит и пользуется успехом. Вторая история — это история Electric Wizard. То есть мы смешиваем Stoner и Doom, делаем очень низкое звучание, кучу перегрузов, добавляем во всё это некий сатанизм, пентаграммы, женщины со свечами и прочий ад. И у нас появляется вот такая история. И третья история — это история современного Stoner. То есть представьте, что мы берём группу Кайс, но играем её на сегодняшних инструментах, с сегодняшним звуком и с сегодняшним пониманием рока. Я имею в виду, прежде всего, в звуке именно звучание современной рок-музыки со всеми её возможностями мы добавляем в тот Кайс. И на выходе мы получаем отличную музыку. И очень ярким примером служит группа Blind Dog. Вообще, я это название встретил недавно у своего друга на Фейсбуке. Он написал очень интересную тему. Я бухал под эту группу полтора года назад. Я пил неделю, я пил две, я пил три, и она не переставала мне нравиться. И когда я включаю эту группу сегодня, я понимаю, что я, наверное, стану алкоголиком. Потому что под эту команду абсолютно не стыдно спиться. Это отличный рок, и я понимаю, о чём говорит мой друг. Это та музыка, слушая которую, ты понимаешь, что ты, неважно, где ты сейчас, что ты можешь, можешь там спиваться, у тебя могут быть какие-то проблемы, но ты слышишь эти треки, и ты понимаешь, что ты готов пройти через всё, что тебе придётся пройти, потому что это рок, и он придаёт тебе невероятную бодрость духа. Давайте послушаем песню группы Blind Dog под названием Slipping Dogs. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА